Ребят, как найти свою волну? Восхитительнейший вопрос Молодчинка. Это самый главный вопрос по жизни у каждого. Начинаем первый урок ереси. То есть краха мировоззрения, которого вас воспитывали. Вы знаете, что когда люди попадают в высшее учебное заведение, им говорят, забудьте все, что вы знали в школе. Когда они попадают на предприятие, им говорят, забудьте все, чему вас учили в институте. Вы попали вообще на очень убитаемый остров сейчас. Здесь говорят, ребята, до тех пор, пока вы знали все о том мире, как вы знаете, вы пока не жили, вы существовали. А вот если хотите пожить, то это к нам, пожалуйста. Первый закон нормальных жизнелюбов. Никогда не делайте то, что вам неприятно. Значит, если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. До тех пор, пока вы делаете что-то без игры, до тех пор, пока вы делаете что-то без положительных эмоций, вы делаете это плохо. Коэффициент полезного действия маленький. Либо меган, либо с перерасходом жизненных сил. Либо ошибок столько наковыряете, что лучше вообще не трогайте. Потому что на исправление ошибок вы потом затратите в три раза больше времени, чем на изготовление в творческом порыве. Это надо знать просто. Попробуй. А вот, значит, бывают такие ситуации, когда вроде и приятно есть, и вместе с этим неприятно. Ну, допустим, если брать какой-то пример, да? Так, стоп, стоп, отвечу. Просто отвечу. Жень, тебе лично просто и всем сразу же тут же в мерах. Мы же ученые, нам же померить надо. Так вот, если 20% положительного, а 80% ну хотя бы терпимого, это приходится делать. Потому что принцип Парета 20 на 80 говорит, что 20% чего-то дает 80% результата. Так что...